привет друзья сегодня 11 12 15 года так значит очередная фотография опять же без всякой системы просто очередная чтобы мне поверили вот она предыдущая я вам рассказывал как жестоко я режу деревья потому что ну не виноват я что мне такие мощные вырастают вот тут в этом самом проскользнула не так несколько дней назад ну получается 1 декаде декабря пятнадцатого года моей гостевой книги она все там есть почитайте проскользнула это самая дискуссия потому что один авторитетный черный утверждал что у него абрикосы вырастают первую зиму 20 метров первое лето и больше не может быть вот пришлось влезть в эту дискуссию хотя никогда никого не поправляю просто хотелось бы сказать лишний раз абрикосы сорта разная высота саженцев разная а если еще и начали с неправильной посадки начинается гниение первый момент посадки первый момент схожести косточки так по это проходили будем проходить перед вами ну 10-летняя давности мой плодопитовник когда мы увидим более подходящие фотографии я вам расскажу что такое опережение времени почему у меня сорта называется неубиваемая то есть с помощью этой простейшей технологии бутылкой добавляю месяц-два времени короткое сибирское лето тогда только получается и успех вот я уж не говоря о том что если есть возможность делать прививку на границе зима-весна то ни в коем случае если есть возможно ни коем случае нельзя делать месяцем позже например в мае этот месяц уже никогда вы нигде не вернете а а здесь опережающие месяц под бутылкой идет за два что еще интересного ну вокруг сами видите то деградация сельской жителей со всех сторон заброшенные поля когда-то упорно садили картошку сломали сами дети и не приучили к этому и вот значит островок где еще здесь кипит вот этот вот перед вами называют скачущий питомник пример вот курсором показа вот это яблонька сейчас загляну вперед ненадолго а вот видите обратите внимание это примерно это вроде бы она же не утверждает сто процентов тут надо целую экспертизу устраивать по моему на годом позже давайте еще возвращаемся вот видите данная на на годом позже вот она яблонька осталось навсегда питомник был он и сейчас есть но яблонька оттеснила видите здесь сразу когда она была осталась на постоянном месте я была судьба решена здесь был клочок посажен травой поливиться по бегоносной он знаете как я беру клочок размером так вот примерно вот такой вот вот такой вот он очень густой его раздергиваю на части обычно на четыре части и вот тут кость сюда кусочек сюда сюда залито вот причем уже сразу мощный дерн это не двухлетний это однолетний почему ну и это а то или 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 двухлетний но почему он за два года должен вот так уже расползти вот так но сами видите вокруг еще вместо есть значит все еще продолжается питомниководство потом эти саженцы когда вырастут они вытеснят на новое место кстати здесь к не удалось перекопить землю сказали за сотку 40 тысяч ну что делать так а вот здесь вот я вот этот участок прикупил по десять тысяч за сутку вот тут вот теперь у меня здесь уже сад отличный могучий сад вот который вот большинство деревьев то здесь и находится те которые вот мелькают моих телевизионных передачах и питомник сейчас вот здесь вот уже за этой оградой вот почему я рассказываю какое казалось бы дело например привожу кочущий питомник вот когда вот это выросло там вот саженец постоянно слева видите вот потом сейчас приведемся вот постоянный уже заращивается вот постоянный да лучший из лучших остается навсегда вот здесь вот может быть плохо видно вот вдали вдали там тоже несколько осталось навсегда ну такой снимок не все видно вот и получается что сейчас тут уже питомника нет вообще он был выдавлен вот уровень земли понизился за счет того что бесконечно вывозили с комьями земли не не разу давали вопрос разве мне жалко да жалко конечно я потом простой земли грузовика этот самославы покупал по 5000 рублей и говорил не обижать что саженца по 1000 рублей мне вот уже один грузовик завез не перегноя нет а просто земли второй грузовик потому что ямы закапывал и все равно уровень посадился так что вот этих холмов я не делал это саженец вот так же был видите тут нет никаких холмов просто вокруг земля просела так как я тут вы тут несколько поколений несколько лет я вокруг выкапывал саженцы и получились холмы здесь здесь самостоятельно сами по себе по неволе но мне в плюс я сторонник холмов теперь что еще можно видеть на этом снимке кроме того что питомник должен превратиться в сад сад вытесняет питомник назвал это качусь питомник может даже считать изобретением вот теперь то что здесь видите немного перегноя вот здесь было сильно большая ямище на раз выкапывал с таким комом земли что мы втроем поднять не могли я не преувеличиваю вот и так старался угодить всем мы клали на брезент и волокли до машины на брезенте потому что холма где-то 3 40 килограмм бывали не раз и не два такие холмы и редчайший случай когда я перегной покупал редчайший земля плохая но саженцам расти не мешает она почему здоровая технология основана на здоровых саженцев они даже на плохой земле прекрасно растут чем еще потом не раз убедитесь ну и чтобы извлечь максимальную пользу от этого снимка для того они работаем с ними а вот видите кирпичи видите что некоторые падают показать вам вон там есть упавший вон там как ветер дунет сыпется и тут же получается если под бутылкой два дня то есть день идет за два вот так среднем а без бутылки он уже день идет за один и сколько времени вот этой бутылка будет валяться рядом столько дней я теряю для вегетации это же эмигранты у них же историческая родине на два на три месяца теплее то есть длиннее лета вот бутылки в этом моя обман климата помните показывал книгу которая называется умный сад как перехитрить климат моя скорбиума вот и перехитряю перехитреваю вот и так как они к сожалению не всегда выдерживает ветер бутылки есть причины бывало втыкал между мерзлую землю не втыкаются то я еще использую кирпичи зажимая между ними чтобы все таки не терять эти самые ценные дни весной когда день идет за два за три вот все что мы извлекли за этого снимка естественно питомники черный пар от этого никуда не деться зато минимум мышей мыши вот тут вот вот здесь всегда когда выпадает снег вот норы 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 идут повдоль объедают крайне объедали пока я не начал применять отравленное зерно извините за такой вульгарный способ отравленное зерно самодиостанции вот так я его по бутылкам то и раскладываю вот так вот так вот так вот так и вот тут тоже отсюда тоже лезут у тоже никто ничего не пашет слева вот так вот я их раскладываю в начале зимы с тех пор проносит меня здесь мощей как правило нет но для страховки тоже бутылки раскладываю мало ли забредется какая-то пусть перепортив все идем дальше этот снимок мы с вами в отдельном фирме я его разжевал распинал вот вот это вот спустя год да еще раз говорю если приглядеться похоже это он вот это с которым уже поговорили на холме зарощен вот похоже это он теперь но те годы я еще нет нету покупал машинку с перегноем или как было привозят говорят меняемся на саженство ну что ж меняемся вот так вот разрослась трава вот мощный такой дёрн и я вот тут вот раз и обсыпаю так потом она когда трава будет дальше по идее если бы еще было больше я на этом прекратил но было бы еще у меня перегноя не жалея еще насыпал еще шире ширше или шире а вот вот так вот теперь мы с этого изъяли все фотографии больше ничего интересного нет а вот на дальнем плане сливы растут на холмах еще раз говорю это мой учебный полигон я никогда не показываю на пальцах сейчас вам показываю на фотографиях а когда я не было компьютера я просто подводил показывал вот видите вот все вот тут абрикос которым я уже пляж перел на большом холме это образцовый случай почему приезжать в тюмени говорят на два метра снега приезжает из томска говорят у нас метр полтора приезжает красавец как говорят у нас метр вот тут уже хлопотно дальше идем снимок этот показывал коротко продавались в саногорске мель баранный персик дал ный восточный черносливич полинская вот в общем вы поняли да кстати видите откуда этот чем мелочи то ну чё откуда это с интернет а это откуда с интернетом вот как увидите вот эти розочки бегите от это самое вот это вам не сибирь не алтай средняя азия сто процентов вот с этого снимка и началось мое прозрение не я и раньше не верил вот я по крайней мере документы спрашивал об не отвечали хозяйка документами отошла но эта фраза уже повторяли на на не миллионы раз а сотни миллионов раз на всех рынках россии и снг персик дал ный жаль у меня тут снимок не по еще не скоро будет там слива испанский тоже интересно ну ладно идем дальше вот тоже как-то можем усулили это снимок еще расскажу увидели на нем уже листья поздно посадите но листья отвянут отвалится сгниют все поезд ушел берут очень удобно не не обрежут еще вот так если обрезать в самом низу маленький шанс маленький маленький но покупатель шансов не оставляет вот сейчас я вам а вот прежде чем перейти к этой интересной теме скажу следующее я очень жалею что я эту даму не сфотографировал но если бы я сфотографировал показал бы только без головы и фотографии неудобно как-то женщина каждый год торгует нашем районе вот и а у нее бояш каждую весну она где-то набирает саженцы возможно даже не импортно потому что в абакане есть свои кудесники выращивают вот такие вот практически такие как среднеазиатские растят 2-3 года пока товарный вид не будет надо бы годовалые продавать но на рынках годовалый не встретишь мне вот это удивляет но продавайте когда вот черешний год расти чем время деньги конечно накинешь цену на двухлетний кто бы спорил конечно мичурин говорит пересаживайте двух-трехлетние в чем совершенно не прав абсолютно пересаживайте однолетние но как естественно вовремя выкопал а здесь что получается человек ездит по по кругу шара канцк ачинск шары по осеногорск только не в абакане там стану чем больше саженцы проходит несколько лет мне звонит вспоминает ее некоторые есть специфическая как и отличить от всех и говорят еще раз появится морду будем бить но видимо она уже знает последнее время сайногорске сидит неделями вот такие саженцы и вот рассказы этот случай интереса для и рассказываю как анекдот я люблю около садовой рассказы но не около сада у нас садовый есть и так иду к рынку это я невежестве не ее нет а покупатели подхожу к рынку вот один несет счастливый саженец а он не обрезаны вот второй саженец он тоже не обрезаны высота больше человеческого роста и все такие счастливые я даже одного остановил сказал обрежьте он меня знает мне все на горшке все знают примелькался сотни передач вот морда известная уже до без документов везде пускают и даже даже переводы без документов дают денежные вот до чего дошло так вот прежде окивают и идет дальше естественно что уже по глазам видно не будет он обрезать и наконец подхожу к тому от кого они несут к этой даме подхожу вот такие саженцы не тяну такие точно не отличимы и она уже продала саженцы все еще не отошел она меня смотрит на меня издаля приветливо улыбается машет рукой вот и когда я подхожу только я рот открыл а саженцы уже проданы она достает секатор и говорит вот видите валерий константинович я отрезаю а почему ее реакция такая я их зашугал уже маленько не сильно но маленько и уже проданный саженец не спрашивая согласия уже новому счастливца отрезает примерно такой раз длину пальцев гляньте вот столько отрезаем естественно этот отрез символическое она ничего не даст она так сдохнет и отрезанный сдохнет вот естественно не замаза просто отрезала и типа и гулялась я говорю ой чуть не сказал имя отчество ладно поживет ну вы знаете так мало отрезали что саженец все равно это самое это неправильно а язык все равно погибнуть сказать боюсь сейчас возьмет вернет саженец вот и по я буду виноват вот не знаю иногда зло вот так и надо учить дураков но они не дураки вставлять я часто летчик первого класса я же не могу управлять самолетом а он может но он же вот тут совершенно тут извините тупой или невежественных с удовольствием это нормально это не значит что он тупой по жизни он именно в с удовольствием невеже это нормально он не может все знать поэтому относиться с презрением не могу отношусь жалостью отношусь с пониманием вот и вот чем кончилось мое понимание она мне протягивает секатор это отрежьте ему сами и смотрит улыбаясь а я беру секатор вот только я ну я хотел не отрезать а примерится 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 и потом попросить согласия объяснить почему надо отрезать примерно 90 процентов от этих двух метров я не преувеличил 90 там крайне то почти нет вот и он вырывает самец из рук не он не ушел он убежал ну такой быстрый опыт ты 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 вот типа еще и дурак что ли тут нашелся псих чуть чуть не саженец не искалечил уже деньги отданы вот такая история попробуйте теперь переучить его или как это самое я не в этот раз другой раз подхожу к лотку мужчина говорит дайте мне средство это самое я татаракану от муравьев вот она протягивает яд вот я говорю для сада он говорит я думал что скажет там ну есть муравьи кухонные воруют крошки со стола ну кому кого-то мне одни жалко если бы меня сейчас жили муравей день там как бывало под подоконником лазили ко мне на стол воровали крошки да я бы еще и специально оставлял ну живут себе живут вот но это я у меня даже когда-то муж жила я подкармливал но это дело вкуса понятно я не говорю заводите мышей дома покормите их а здесь то пакостят муравьи там в этих на овощных грядках воюте но сад оставьте покой и когда я робко-робко так говорю скажите может быть не стоит забыла это сама муравьев я там я уж не хотел там говорить там что это древние цивилизации что они разумны что это вообще их также убивать нельзя как мы вот воюем с теми кто собак кошек убивает какой злобой он на меня посмотрел я на все я опять потом чуть не зарекся вообще заниматься просветительской работы с такой злобой ни слова не сказал и ушел и лучше бы мне что-то сказал бы злое вот хоть бы какая-то бы завязался там какой-то диалог пусть даже 40 но вот это злоба и молчаливая вот этот уход до сих пор как вспомню вот вот вами авторитет станет у меня слушать у него уже вот эту ненависть к муравьям никаких защитников уже в крови уже все ее ничем уже не вы не вытравить только почему я говорю вы знаете что вот это вот уже 2 или 3 занятия под новым названием идет вот я кстати точно название забыл потом когда перечень будет я вспомню скажу вот уже идет новое название там упоминается на ну примерно новое садоводство для новой школы будущее россии вот так вот друзья мои потому что это поколение убивала и будет убивать свои сады будет убивать все что в нем растут вот в этом саду все всех защитников сада будет убивать деревья будут убивать почву будут убивать червей муравьев грибы все что это самое всю цепочку вот все приехали да 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 воспитывали доучили эти популярные издания которые называют бульварными надо бы позлее название он они у меня в уголочек сложены если мы правда еще пол сотни фильмов создадим я вам хотя бы свежие почитаю этот дебилизм по уничтожению садов вот а у меня же еще это показать вам вы не поверите сколько у меня сложена этой периодической литературы но если так сложить в одну пачку получится метра два от пола это вот этих вот тоненький журнал еще мне сложились представляете сколько там всего нагажено по садоводству вот так вот ладно почему я так разговаривался вот он один убежал другой меня с ненавистью посмотрел вот это все еще я остаюсь почти в одиночестве пока больше защищать некому вот ну надеюсь что может что-то изменится надеюсь так хатишь что это такое кто-то скажет абрикос какой-то необычный а кто-то скажет нектарин по моему не две фотки я никогда не готовлюсь к этим выступлением а во во второй а история ой какая необычная история я просто поражаюсь я люблю эти истории и слушайте куда вы денетесь теперь я же как иногда заканчиваете все-таки финал этой истории не вот эта фотография эта фотография была сделана накануне моей нет не так эта фотография была сделана после моей поездки в москву на международной конференции она состоялась примерно 5-6 лет назад у меня нет памяти на цифры вот садоводстве я все помню цифры нет 5-6 лет назад меня оттуда я был с позором изгнан с этим с трибуны не потому что они с ахинею вот потому что я говорил то что вот пять минут три минуты две минуты назад одну минуту назад я ахинею нес когда рассказывал про защитников муравьев про то что это самое надо обрезать саженец и за вечными конями меня за это шурнули за это я сказал цензура нужно запретить нужно кто-то должен следить за этим нужно создать новые правила нужно это эти новые правила выращивания саженцев я могу их сделать да они уже есть вот чтобы они везде были в каждом номере газеты журнала даже те журналы которые никакого отношения к садоводства не имеет тем газетах ролики крутить по телевизору с до ночи пока не переломим сознание и вот что получается если так это случилось я вспомнил про свое это провальное выступление мне фотографии вот эти не дали показать нет еще лучше еще не дали сказали что вы не за кого это чтобы их не представили сидел рядом этот как он оператор вот за компьютером вот которому я диск передал представляете до начала до начала вот и вот это вот идиотизм вот эта фотография к нему это не идиотизм это предательство вот эта фотография дали бы мне высказаться вот кто-то как его коня туда посылает то есть приглашают я значит начало было 15 июля продолжение 16 и 17 конец июля а в это время абрикосы еще не поспели и только единственный сорт который был хоть немножко похож на из этого же дерева хоть немножко похож был но еще желтые плоды были зеленовато желтая дома на дороге доспеет билет у меня был значит вот там на 11 число на поезд я значит собрал коробочку приказано было явиться со своей продукции я приезжаю а вот я всю историю полностью рассказывать не могу это займет несколько часов без о чем поговорить лучше кусочками я туда приезжаю обнимаюсь с байкалом которого все считают моим врагом мы на чужбине нам там делить было нечего мы обнялись я посмотрел на стенде были только его абрикосы полторы сотни научных учреждений не приезжая ни одного абрикоса вот что интересно вишнем море черешни море все выполнили условия чем-то абрикосов не было за при запретили им заниматься оказывается то есть бесполезно это дело лежат абрикосы плоды байкаловские и рядом мои вот вот они поскромнее были почему поскромнее то потому что они еще были желтые зеленые так и когда я там от барабанил когда мне отключили микрофон сказали ваше время и стекло хотя только начал говорить ну не 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 это самое не по сеньке шапка вот калашный ряд со свиным рылом залез дурак вот это самое и вернулся я в сайногорск я же возвращаюсь фотографии прихожу в сад мать честная с этого же день эти же плоды дозревшие выглядят вот так боженьки ты мой боженьки ты мой а откуда они у меня взялись вот а давайте чуть позже это самое я ну как бы сказать а нет я так сделаю сейчас я маленький перерывчик вот промочу горло чаем и расскажу как 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 я их продолжаю теперь я клянусь богом что дальше буду говорить правду как в этом говорят правду и только правду почему потому что у меня ловит каждый раз на слое например то что не бывает абрикосов которые не влазят в стандартную банку которых мы закатки делаем будущее в этом абсолютно уверены естественно люди при этом есть такое выражение она правильно я тоже не раз применял единый же солгавший например россиян в данном случае с от солгану то получится что не ведь нельзя верить вообще ничему остальному например будто бы поймал меня на лжи что не бывает природе таких абрикосов огромных будто бы поймал меня на лжи меня тут же объявляет а ну значит и сада нет никакого в сибири ну и правильно потому что и быть не можете вообще вот поэтому мне приходится время от времени я знаю не поминай имя господи в свое что это великий грех но этот грех совершаю ради того чтобы у нас сады были итак смотрим и вспоминаю грустный повод похороны приезжаю на украину вот потом надо все-таки дождаться девяти дней родни много ну и вот приемный сын ведет знакомый со своим тестем с тещей бутылку карман за пазуху приходим они банку на стол трехлитровую под эту бутылку вот игра ничего себе какие огромные персики как они могли влезть банку я долго-долго ковырял вилкой она не вылазит вы просто не вылазит не проходит обратно из банки а мне хозяин говорит заметьте я клялся говорит это еще не самый крупный как говорю еще крупней ну банку влазит не все приходит ну то есть мы не можем все закатать банку лазить не все меня шок а и это вообще-то говорит не персика но персик то вы знаете если полукилограммовая вот это абрикос не может вот же они ну что делать кое-как мы выкорили этот вдвоем этот ну как называется плод выкорили моего из трехлитровой стандартной банки стандартный поставьте рядом представьте себе о чем я говорю вот попробовал твердая мякоть ну видимо это мы переспелые а здесь вот удивительное дело вкус естественно вкусный вот и точно абрикос но тут уж не ошибешься где дерево кричуя уже разволновался все пить не буду вот да вон она прям у крыльца секатор есть вот с нее пошла эта серия моя самая неудачная серия 1 урожая дел я скелетные эти прививки ну дурак дураком но те времена ну честно говорю вот еще раз говорю мичурин использовал скелетные прививки для испытания у нее есть свои преимущества но скелетные прививки для долга живущих деревьев не годятся и наконец я получил уродин урожай абрикос как абрикос что интересно я-то ждал что банку лазить не буду а он то у меня оказался ну примерно грамм даже не 60 грамм 40 лучше ты не мелочь вот честно слово ну 40 ну вот эти вы видите это где-то 50 граммовая вот вот этот может на 40 тянет это просто большая фотография вот это 40 где-то это допустим 50 и крупные вот и а теги а я с него веточки то взял и привил несколько деревьев вот то есть когда я вернулся они были во всяком то что я возил москву и там и не заметил никто да никого абрикоса ни одного вопроса мне не задавали я там пробыл то не только на момент выступления на трибуне и я общался в перерывах там это отдельный рассказ будет про как меня москва встретила как проводил вот почти с инфарктом а получилось так что это никому не надо это когда вернулся на дерево их оставалось несколько штук и вот таких вот красавца а и тут я вспомнил аген это персика то то есть данном случае он похож на нектарин больше вот но вкус у него абрикосовый внешне нектарин лист абрикосовый но черт его знает потом я использовал этот пример в числе других примеров вот в статье писал уже как очень эффектная фотография козырный скажем так но в общем вы поняли что чудеса в саду есть происхождение нектарина никто не знает вот но вот с такими вот шедеврами надо работать а кто будет работать кто будет работать вот смотрите перед вами кандидат наук фамилию не помню имя отчество не помню он меня тоже наверняка не помнит это другая вселенная это москва это знаменитый сад этим саду я боюсь наврать если название перевру бывший хозяин сада сам сусов сусов супер специалист знаете его книги статьи вот прямо посреди москвы вот такое чудо вот но она не принесла польза ни мне ни ему я хотел с усом познакомиться пришел посмотрел год был у них крайне неудачный деревьев плавносящих почти не было яблони груши были в 10 раз меньше чем надо и буквально сожраны паршой не не съеден а сожраны это на это было страшно смотреть вот ну мы нашли дерево чтобы попозировать возле нее на вот чуть ли не обнимались и я удивился чему вот этот человек может быть но они не смотрят наши видеоролики но все-таки привет ему передаю я про него все забыл он про это мне с как должно было продолжаться я ему рассказал про сибирской эти свои наработки все внимательно слушал он кивал голову он говорю обязательно продолжим за год в руках у него моя визитка вот видите уже держит уже все уже казалось бы хоть с одним человеком серьезнейшим настоящим ученым завяжется дружба ну не ответа не привета так мы остались параллельных вселенных не знаю кто от этого больше потерял я уж точно не потерял потому что я обследовал сад получается что неудобно говорить выводы делать но все таки привет может и сейчас сколько лет 5-6 прошло но сейчас не поздно вот всю жизнь напрашивался только единственное что разница в чем заключается раньше приходите забирайте если все раздам сейчас я говорю покупайте потому что сколько потери на сорта образцов вот растет необычный плод ну съели выплюнули выбросили представляете вот времена мичуриных прошли проживальских времена прошли в виловых времена прошли так дальше идем вот вам пожалуйста вот вам еще один сад меня что удивило не стал тогда обращать внимание возможно это это подмосковье возможно эта бутылка стоит неспроста здесь вот наверное как-то использую как я использую или почти но приятно что не один такой умный что я увидел недостатки почему сфотографировал здесь были страшные раны человек взял уничтожил вот эти вот скелетные ветки а чтобы наверняка погубить дерево я удивился обилию лыжных палок я думал что специально покупать что ли или у них нет деревянных колев но вот же деревянный забор вот так вот втыкают и морозят корни причем с гарантией основание штамба причем гарантии уж на что вам подмосковье теплее чем у нас намного ударит мороз минус 20 прощать дерево вот а почему мы стояли вы за него потому что хозяин на него жалился я уже не помню на что он жал сможет что листья гниют может то что скорее всего может быть что урожай не дает хотят давным-давно пора но когда ему сказал быстренько палочку это убирайте к чертовой матери и тогда еще может быть успеете спасти может еще не все заморозили это беда какая-то металлические предметы статью прочитал где советуют металлические предметы но у нас же и сами знаете того что гораздо редактора все проглотит пишите что садить надо это кроной вниз корнями вверх напечатают не сомневайтесь вот вот это вот снимок да еще один по моему ряда вот я говорю подмосковье я искал здоровые деревья ну сами понимаете конец июля да это да еще там теплее намного это время плодоношения потому что там редко деревья встречал вот я только видел что я видел вот это вот вишня черешня я не знаю почему я из-за крупный план это из-за забора я не мог не подойти мне понравилось что что дерево здоровое штабильный урожай одно на сотни ну как я иду по улице и гляжу я же не могу не заговоришь к каждому дереву подходил кланялся уходил же а из-за забора вот таких вот видели да там многих они не капитальные такие с дырами с щелями вот и много чего видел вот наткнулся на такое одно из сотен с ним надо работать чтобы они были в каждом саду а кто будет работать рядом гниющее все и гниющие яблони гниющие груши абрикосов я нашел один вот как я жалею что фотографии сделал у моей ирины мараховской у моей которой я жил два дня в моей назовем ее самое такое главное слово соратницы да два дня прожил и очень много что увидел у нее сразу забором у соседа рост здоровенный он был здоровенный но он на нем было три ягодки каждый год давал три ягодки а чего он один может ничего не может и он был забинтован весь ну штамп конечно был высокий метра на полтора до нижних веток скелетных вот и он был и забинтован бинтами прямо может белой тряпкой почему потому что у него все было изъедено и решили что лучше пусть забинтован будет инвалид вот естественно и сейчас наверно каева уже нет живых вот 11 абрикосов на всю округу бесплодный инвалид так и что еще там более-менее росло терн почему-то не боялся вот этой избыточной сырости и глинистой почвы вот я смотрел терн так потом ежевики хорошая такие мощные кусты урожайные и пожалуй и все встретил два куста своих походах два куста волочной вишни земляки образовался значит когда ты даже называли китайской ладно пускай еще зовут волочной ладно я еще и сибирской звали потому что она считается сейчас что сибирь может в европе не может я выйдет два деградирующих куста смельчайший безвкусно ягоды который не пришло никакого интереса вот вам и кто из за него откуда они взяли хозяев не было вот я кое-какое дело умудрялся зайти ну как охрана у самого этого дача массива была не все калитки даже закрывали я заходил кричал подходил собак нет хозяев нет пытался понять ну в общем поняли да впечатление было крайне ужасно никаких просветающих садах речи не шло еще разговор глинистая почва и бесконечные дожди по крайней мере я там пробыл москве неделю они шли каждый день причем внезапно причем чуть ли не с голубого неба непонятно что творилось и оказывается потом я читал что у них весь год такой все способствует убиванию садов вот эти вот назовем их сортимент так называется весь сортимент применяемый в этих краях несмотря на обилие научных учреждений абсолютно не пригоден как влаги абсолютно ну сами понимаете я приведу только один примор и так влага и так избыток и так глинистая почва которая не впитывает эту влагу и вот эта болезнь возможно рядом где-то речка такое впечатление что эти галыши были покрашены красивейшего чисто белого цвета как галыши камни вот такие вот примерно все вот такого размера примерно красивая округлая белая белая но вроде не покрашены а может покрашен да нет я понял что покрашена где они доставали потому что сплошь болезнь такая обложены вот эти самые престольные круги они обязательно имеют ямку обязательно почему явно садили большая мы проваливались и галышами обложили какое к черту садоводство москвичи ау вы чё с ума посходили в это самое да виноваты не вы это все шло от этих самых да я вчера еще вот цитировал эту что надо всю а что интересно спасибо хотя бы у вас черного пара не увидел красивая газончики то есть это это молодцы вот хоть черного газона правда проникают на такие не такие пышные как допустим чтобы не проник мороз подстриженные ну хотя бы не черный пар спасибо и на том теперь мы с вами полюбуемся еще на два деревца тоже снимал соседи не было не мог подойти не мог определиться вот просто мне понравился пышный урожай дерево еще не все изувечено видите белая штамба наверное скорее всего это скорее всего это и звездка я всегда относился вдольственно вроде надо и вроде опасно вроде надо вроде бы вредно поэтому не буду я зацикливаться данном случае на звездки вот вижу штамп тоже немножко изувечили но урожай предельный предельный вот вот это и все а дома построили уже капитально чтобы жить явно это не какие-то там эти бараки как у нас в сибири там два на три или два на два скворечники до недавнего времени действовали ограничения вот нормальное жилье единственным для счастья не хватает вот таких вот урожаев нормально бы дачное движение развивалось бы не нужно было бы нам никакого импортозамещения не нужно не нужны нам были бы эти огромные огромные как их называются эти промышленные сады с наемным трудом я вам потом отдельно познакомлю вы будете в шоке я уже немножко знакомил но не так обстоятельно отдельный рассказ о моей поездке в абазу о том как там растили сад его же убивали миллионы потратили и их же пускали на ветер я только скажу что такое наемный труд потому что удержаться не могу вот он саженец мертвый или почти мертвый я его говорю и он не жилец я выдергиваю а вы попробуйте саженец который два-три года рос нормально вы вырвете из земли поверьте подъемный кран нужен руками не вырвать если он не знаете как цепляется в землю а здесь он спокойно влазит из земли как я жалею тогда фотографии делал не я а по моей просьбе делали эти это махал руками я приехал консультантом вот и не такой фотографии не оказалось я держу в руках саженец а у него корни вверх завернуты смотрят я с такой растерян и да что же это за сорта вот вы знаете вот такого хамства я не приду не мог сразу предвидеть мне понадобилось несколько минут пока дошло что хотя саженцы эти жалкие с питомников и так корней мало имели это умудрится такую ямочку маленькую сделать что когда его впихивали туда корни заметьте не вставляли не 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 это не садили а силой впихивали что у него боковые корни эти изогнулись вверх стали смотреть я надеюсь дошло или не дошло что я говорю размер корней меньше то есть ямка меньше размера корней опихивали корни развернулись и кончиками смотрели вверх и когда их выдернул оттуда это полумертвая несколько саженцев они таки остались смотрели вверх вот это вам наемный труд вот так вот друзья мои поймите меня правильно вот мы все должны делать сами каждый сам себе потом соседу несколько человек которые буквально поверили мне которые выписали там ну для него все примерно половина точно например 100 косточек она зараза пошло 80 и человек пишет я раздал в начале всем родственникам потом а у каждого сады маленький я раздал потом соседям я ттт я отнес даже есть пару вариантов там церковь монастырь вот еще остались вы понимаете а если будут еще надеюсь что раздал и научил по железову как садить с меточкой с корневой шейкой не закопаны с юг-север на холмах не дай бог никаких обильных поливом при посадке сильно обрезать невозможно этот же абрикос потом убить невозможно у нас влажность такая же как в питере я потом в одном мне надо найти эту таблицу я вам покажу цифру приходит это самое у нас 70 процентов влажность и у нас 70 процентов до какого черта вы жалуетесь то что у вас абрикосы не растут вот так опять шашка начал махать да потому что невозможно себе представить то когда же этого конец то придет ну да делитесь пожалуйста этими же роликами ссылками делитесь друг с другом я вас очень прошу надо чтобы пошло по кругу конечно все не поверят не поверит тот-то ненавидит меня за то что я сказал что не нужно бы этот самый я против муравьев он никогда мне не поймет и тот который думает что я отрезаю 90 процентов кроны убил его саженец хотел отрезать а не спасти и понес то верно он мне тоже никогда не поверит но у вас же дети есть я уже трехлетних четырехлетних мучков приучаю с этого возраста не дай бог на муравья наступить не дай бог эту самую божью коробку в обидит вот не дай бог чтобы дерево страдал от того что она не полито не дай бог чтобы оно еще сильнее страдало от того что его залили водой вот так ну еще может быть пару фотографий я от вас отстану мураховская ирина владимировна моя верная подвижница за эти годы выросла в одного из самых авторитетных садоводов москвы пусть любитель пусть она по основной профессии волшебник почему я я читаю модельера художника волшебниками вот такой волшебник перед вами и руки золотые вот так вот и трудолюбие огромное и сейчас еще практикует и сейчас у нее саженцы на продажу если она еще не успела их расправить обращайтесь к ней данные ко мне расскажу покажу отправлю вам телефоны электронный адрес все пожалуйста вот потому что у таких людей плохих саженцев не бывает так и еще несколько фотографий это у меня да кстати вот интересно вот мой этот самый серафим он когда у меня давал начал первые плоды веточку раздобыл у него плоды трескались я думал за избыточной влаги вот а когда я его перепривил на манжурские абрикосы уже окончательно да они перестали лопаться вот мало того они еще покраснели стали намного красивее но это уже трудно объяснимо у меня всяких чудес таких столько что вот королевский абрикос это стена соседского сара не разрешали лазить соседи боялись крышу проломим да и вы боялись вот бывало ведер по 5 это вот сейчас просто самая не не самый выразительный снимок урожай сумасшедший потом у меня помните фотографии там с абрикосами там бедер 10 с яблоками бедер 10 моя теща она легонькая она лазила на эту крышу тайком а потом валера сними ведро я до десяти считал ведер снятых а потом ругал ее чтобы срезал вот потому что соседи боялись все время мы запрещали она не могла видеть что вот это все богатство пропадает вот на 10 ведер только с крыш снимали причем меньшая часть на крыше было ты ни один раз рекорд не фиксировал это снова серафим молодой дерево такие они должны быть деревья молодые абсолютно здоровые это еще одно дерево серафима вот это у меня первый урожай и он уже не похож но еще с ярко выраженным носом это я его называю все еще академик но плоды уже 80 грамм опросите про него последняя читал про него авторитетный источник было так 38 55 вот так кажется а это 80 граммовый но нос еще сохранял потом интересно было его это эволюция почему по двое по двое слава мичурину это снова а нет это уже королевский они помаринчику начали сближаться скоро их начнут путать моем саду они сближаются вот красота какая да вот переделанный амур амур он должен быть ярко-красный и был ярко-красный а потом взял и переделался сам это благодаря этому желтому подвоему джурсу ой прощай вася много я таких потерял вот амур переделаны видите он вообще должны быть вот такие вот какой-то ярко-красный и они должны быть в крапинку крапинка постепенно на вот как вот этот низу крапинка начал исчезать красота начал исчезать укрупнился укрупнился вы думаете я страдаю нечего вот за меня вступился курдюма вот я не могу сейчас и потом это скучно процитировать его письмо она опубликована в виде статьи то есть наша перепуска опубликована мною виде статьи всего согласия вот он там пишет что ну конечно сорта это здорово железовик попортил но людям то надо сама ведь смысл его письма мою защиту что да попортил но дело в том что смысл это заключает в том что людям нужно не название сортова нужно прокруты адаптированной конкретной местности очень толковое письмо переписка она есть на моем сайте вот а вот тут один недостаток когда разброс одном из предыдущих фиров я ознакомился абрикосом черный принц это абсолютно другой были плоды всего за год они вот так переделались вот так вот ясно это влияние подвоя почему потому что гибрид есть гибрид он обязательно куда-то отклоняется вот я сейчас не вспомню а вспомнил это был гибрид на абрикосе а вот гибрид на сливе совсем другой почему потому что черный абрикос это гибрид а лучей и абрикоса но сейчас слива для меня одной тоже до сих пор тупой не могу их различать толком лучшие сливы получается что где-то победил абрикос где-то победила слива а мне от этого ни холодно ни жарко то есть я от этого не страдаю улучшено улучшено все вот наука молчит меня никто не пинает вот потому что меня нет не существуя попробовал бы сейчас дошло бы до путина или там до медведя помимо допустим академии наук напрямую вот тот из вас бы написал да побоитесь бога надо срочно переходить на железную технологию и забрать у него все наработки забрать все все черенки заплатить ему за 30 лет работы на небе садоводство ведь работал бесплатно вот на именно так сказать на пользу отчизне вот что ему сказать железов какой железу а железа минусинская котловина там так тепло там все черт может вырасти вот я на такие когда такие письма получал переписка бывало через газеты бывало приходилось через газеты отвечать мой стандартный ответ господа будущие критики старые то замолчали вот уже руки опустили не дождались когда сад погибли так вот господа будущие критики когда вам путин или медведев спросят запомните вот эти слова если мою самую теплую сибирскую зиму вот я уж не говорю экстремально у нас их было каждые 10 лет у нас их две-три тогда пусть так чтобы не придирались пусть будет вот эти любой из экстремальных зим 2-3 на 10 лет прошла бы такая зима в европе начавшись естественно на месяц полтора раньше закончились на месяц полтора позже у вас бы дорогие академики ваших научных садах не осталось бы ни одного плодового дерева вот так вот это когда вы будете тыкать морды в минусинскую котловину которая чуть ли не это кремль как на украине я говорю про минусинскую котловину здесь тоже в сорок градусов мороза косой проходили по садам но уже на усилию людей как калече деревья мороз генерал мороз должен быть добрый дедушка мороз получили генерала мороза генерал мороз убивает все все что к чему прикоснулась рука человека потому что она прикасается не для того чтобы помочь и для того чтобы погубить вот на этой грустной ноте я заканчиваю сегодня шанга а чё еще заглянем пошутим дальше интересного а дальше вообще те же чудеса очень у меня тут выросла ну все ладно до завтра или послезавтра друзьям